Инга Пейнер В сети появилось видео под интригующим названием «Задержание мошенников в Самаре». Что-то пошло не так. На нем видно, как группа крепких мужчин в черном пытается остановить белую иномарку. Они пробовали открыть двери легковушки, но разбить стекло со стороны водителя не удалось. Шоферы иномарки отрываются от погони, попутно разбивая припаркованные во дворовом проезде машины. Мужчины идут на крайние меры и стреляют по колесам. Автомобилист отрывается, врезается по пути в легковушку и уезжает. Пользователи соцсетей склоняются к тому, что криминальная история могла произойти в одном из дворов по Московскому шоссе в районе БКК. В областном полицейском главке нам сказали, что знают об этом случае, но пока в интересах следствия от комментариев воздерживаются. Полторы тысячи специалистов по химической и биологической защите съехали в Самарскую область из более десяти регионов по Волжье, Урала и Сибири. Сейчас военные обустраиваются в палаточном лагере на Чапаевском полигоне. Им предстоит провести в полевых условиях почти месяц. За это время они отработают на практике приемы защиты населения и воинских подразделений от отравляющих веществ радиационного химического и биологического характера. На полигоне будут отработаны более 20 различных сценариев. Документ, четко дающий направление работы. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал послание президента Владимира Путина. Глава региона отметил важное решение по льготной ипотеке для многодетных семей. Теперь низкая 6% ставка будет действовать не на 3-5 лет, а на весь срок ипотеки. По мнению Дмитрия Азарова, многим семьям это позволит решить квартирный вопрос. Президент предложил ввести дополнительную меру поддержку семей, где рождается третий и последующий ребенок. А именно, напрямую из федерального бюджета оплатить за такую семью 450 тысяч рублей из-за ее ипотечного кредита. Важное решение принято и об отмене возрастного ценза участников программы «Земский доктор». Губернатор выразил уверенность, что все регионы приветствуют принятое решение о запуске со следующего года такой программы. Она обеспечит конкурентоспособность системы образования в сельской местности. Особое внимание во время послания президент уделил теме культуры. Дмитрий Азаров подчеркнул, дополнительные деньги будут выделены и по программе устойчивого развития сельских территорий, которую президент дал поручение подготовить и запустить со следующего года. Серьезный плуг вопросов посвящен экономике страны, повышению производительности труда, созданию благоприятных условий, денег бизнеса и привлечению инвестиций. Эти вопросы сегодня находятся в фокусе внимания региональной власти. Многое получается, но, конечно, многое еще впереди. Но результаты должны быть уже по итогам 2019 года. Несмотря на то, что цели у нас долгосрочные, вы знаете, и 2024, и 2030 год, люди должны почувствовать результаты от реализации нацпроектов в этом году. Я думаю, это был очень важный посыл. Все нацпроекты нацелены, конечно, на прорывное развитие, но нацелены и на каждого человека. Место для исцеления целой души. В Самаре обсуждают план реконструкции сквера между Отканзиспасером и Кириллом Ефодиевским собором. Парк, который располагается на пресечении Солнечной проспекта Кирова, сейчас запустение, но у него есть все шансы преобразиться в этом году. Даниил Лучко узнал, что жителям нужно сделать для этого. Скверу на пересечении Солнечной и проспекта Кирова, как считают жители, не уделяли должного внимания. Он находится за Кириллом Ефодиевским собором. Храм был открыт в 2001-м, и все деньги шли только на его содержание. Облагородить прилегающую территорию своими силами не удавалось. На помощь пришли власти. Теперь, благодаря федеральному финансированию и программе формирования комфортной городской среды, у парковой зоны появились шансы преобразиться. И вот это благоустройство как раз и завершит вот этот комплекс, который предназначается в первую очередь для жителей города, для жителей, для семей, которые будут иметь возможность приходить и отдыхать. На территории храмового комплекса располагается детский сад, спортивные и музыкальные секции и крупнейший в России духовно-просветительский центр, в котором занимается около 600 детей. Рядом с обором – онкодиспансер. По мнению главного врача, пациентам необходимо чаще выбираться за пределы стен больницы и гулять. Очень важно именно иметь вот такие зоны, зоны отдыха, где люди спокойно могут пообщаться со своими близкими, со своими родственниками, вне стен диспансера и психологически расслабиться, а соответственно и повысить шанс своего выздоровления. Дизайн-проект предполагает превратить сквер в мини-парк. Планирует обрезать старые деревья и посадить новые, восстановить пешеходные дорожки, поставить скамейки, фонари и детскую площадку с антитравматическим покрытием. Все это появится, если территория наберет наибольшее количество голосов. Приоритетные парки, сквер и бульвары определятся через полторы недели. С 1 по 3 марта пройдет рейтинговое голосование, где жители выберут территории, которые в этом году отремонтируют в первую очередь. Данил Лычко, Константин Головин. События. Далее коротко о других событиях дня. Завершились испытания первого серийного двигателя РД-108А для второй ступени самарской ракеты «Союз-2». Они прошли успешно, заявляет Объединенная двигателестроительная корпорация. Агрегат работает на новом ракетном топливе «Нафтил». Его впервые использовали вместо керосина в 2017 году. Замена керосина на «Нафтил» проводится в рамках модернизации «Союзов» для запусков с космодрома «Восточный». Двигателями РД-107, РД-108 оснащают первые и вторые ступени всех носителей семейства «Союз» уже более 60 лет. С 1958 года их выпускают на самарском заводе «Кузнецов». Не смогли вовремя прийти на помощь из-за нечищенного снега. В среду вечером в одном из самарских дворов в районе Советской армии Московского шоссе застряли машины реанимации и скорой помощи. Видеобуксующих автомобилей снял местный житель. В итоге врачам пришлось взяться за лопаты и откопать свои машины. Жители соседних домов пишут в соцсетях, что двор трактор чистил один раз в начале января. А обслуживающие организации на их жалобы не реагируют. Остановили за нарушение правил вождения, а нашли героин. 33-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем, был остановлен сотрудниками ГИБДД возле села Большая Малышевка. Как оказалось, водительских прав у него с собой не было. От медицинского освидетельствования он отказался. А при личном досмотре у него в сигаретной пачке нашли 6 пакетов с порошком. Экспертиза показала, что это героин. Общим весом почти 25 граммов. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Дело бывшего майора УФСБ по Самарской области Сергея Абрамова, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, поступило в Самарский гарнизонный суд. Напомним, Абрамов был задержан сотрудниками собственной безопасности ФСБ в феврале 2018 года. Старший оперуполномоченный обещал экс-руководителю Ставропольского филиала «Самара» Мелевводхоза Олегу Зюрину решить его проблемы с законом. Дело по обвинению Зюрина в мошенничестве тогда слушалось в Центральном районном суде Тольятти. Миллиоратор обманом получил почти 2 миллиона рублей за подачу поливочной воды в дачный массив. За свои услуги Абрамов, по версии следствия, запросил 1 миллион 600 тысяч рублей и право собственности на оросительный канал. Он был задержан на рабочем месте после того, как деньги и документы на канал были переданы его знакомому. Абрамову вскоре после задержания, уволенному из органов, инкриминировали мошенничество, а не получение взятки, так как следователи посчитали, что он не имел намерения и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства. Уголовное дело экс-майора расследовалось следственным управлением Следственного комитета по Самарской области. Абрамов своей вины не признает, сейчас он находится под подпиской о невыезде. По делу Зюрина в мае 2018 года был вынесен обвинительный приговор. Он получил год лишения свободы. Зуб даю. В Новокуйбышевской стоматологической поликлинике к изготовлению номерков для одежды подошли творческие. Внутри них находятся зубы, по-видимому, настоящие. Фото номерков выложил в соцсети местный житель. По его словам, он ощутил себя героем голливудского триллера «Поворот не туда» или «Техасская резня бензопилой». Но врачи рассеяли его страхи и оказались отличными профессионалами. Пишет молодой человек. У самарской молодежи появился шанс совершить бесплатное путешествие во Францию. Для этого нужно разбираться в нюансах языка и проявить инициативу. Это не единственный сюрприз, который подготовил Альянс Францесс самарцам. Мэри Елчан знает детали. Альянс Францесс вступает в Новый год с большими планами. В год театра проведут сразу несколько конкурсов. Один из них – диктант на французском языке. Задание рассчитано на молодое поколение тем, кому уже исполнилось 18, но нет еще 25. Заявку нужно подать до конца февраля. А уже 1 марта состоится региональный этап. Не менее 10 победителей будут поощрены поездкой в страну Сезана и Пармезана этим летом. Конкурс проводится уже во второй раз. Диктовать его будет носителем языка. И сразу же работы будут проверены. И будет определен победитель регионального этапа, который отправится в Москву. Все это будет происходить за счет французского института. То есть сам участник не будет оплачивать ни проезд, ни проживание в Москве. Те, кто давно мечтал познакомиться с французской кухней, смогут это сделать 21 марта на фестивале «Вкус Франции». Он вызвал интерес у жителей Самары еще в прошлом году. Сразу в нескольких ресторанах города будет приготовлен ужин во французском стиле. Нас приглашают для участия в каких-то акциях культурных, манифестациях проходящих. Ну и мы уже вносим здесь какие-то свои возможности, свое видение. 2018-й запомнился самарцем, возведенным французским художником Оливье Грастетом, маяком на Самарской набережной. В этом году фестиваль «Волга-фест» посетит одна из главных надежд французской поп-музыки. Певица Фишбах. На «Волга-фесте» совместно с Центром немецкого языка будет организован наш многонациональный павильон. И мы вас туда приглашаем. Самарский альянс «Францесс» – это первый альянс в России. Он был открыт летом 2001 года лично президентом Франции Жаком Шираком. Всего в России существует 12 таких организаций, которые предлагают курсы французского для детей и взрослых. А также дают возможность пройти стажировку и принять участие в волонтерских проектах во Франции. Мэри Елчан, Дмитрий Мешканцов, События. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовят материалы в следующей выпуске. Как перерабатывают ртутные лампы и градусники? Насколько они опасны, куда их сдавать? Наш корреспондент побывал на кладбище домашних приборов. Альпы все ближе, когда в Самаре откроют почетное консульство Швейцарии. Поспорят о будущем Самары. Ведущие архитекторы расскажут, какую городскую среду они считают комфортной. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 20 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся.